Вы смотрите новости на канале RTVI. Сегодня по всему миру отмечается праздник, который некоторые шутники по аналогии с крымкискими событиями называют Днем Зеленых Человечков. Жители Ирландии, а также эмигранты из этой страны и их многочисленные потомки отмечают День Святого Патрика. Самые пышные торжества по традиции проходят на родине ирландского святого, хотя праздник давно уже считается международным. Как его отмечают в Вашингтоне, узнаем у моего коллеги Романа Мамонова. Он выходит на связь с Капитолийского холма. Ром, вижу по твоему костюму, что ты не остался в стороне от праздника. Да, Лиза, приветствую. Мне кажется, я немного промахнулся с рисунком. Должен быть клевер, а получилась какая-то ромашка. Но вообще, почему бы действительно и не присоединиться к празднику, пусть и хотя бы вот в такой форме. Вообще, конечно, в Вашингтоне сегодня отмечают куда масштабнее. Сегодня в седьмой раз в истории один из фонтанов рядом с Белым домом окрасили в зеленый цвет. Эту традицию в 2009 году злашила Мишель Обама. И это, конечно, дань тому, как отмечают День Святого Патрика в Чикаго, едва ли не самом ирландском городе Соединенных Штатов, где зеленый на пару дней становится одноименная река, проходящая через весь город. Вообще, сегодня в Вашингтоне сложно найти человека без какого-то зеленого элемента одежды. Такой же, как у меня, галстук был сегодня на вице-президенте Джозефа Байдене. Он сегодня с утра давал званный завтрак для премьер-министра Ирландии Энда Кенни. С днем Святого Патрика! Людям в оранжевом сегодня здесь не рады. Сам Энда Кенни сегодня опубликовал обращение к бывшим соотечественникам, если, конечно, ирландцы бывают бывшими. Так вот, политик призвал их вернуться на родину. К сожалению, рецессия последних лет заставила многих молодых ирландцев уехать из страны в поисках новых возможностей в других странах. Это большая потеря для семей, для их друзей и, конечно, для страны. Поскольку наша экономика сейчас снова восстанавливается, то мы хотели, чтобы все больше ирландцев возвращались на родину. Они нужны нам дома. Нам нужны их опыт, терпение и потенциал. Вообще, премьеру Ирландии сегодня, по-моему, не позавидуешь. Сначала завтрак с Джо Байденом, потом состоявшаяся встреча с президентом Бараком Обамой. А в эти минуты здесь, на Капиталистском калме, в Конгрессе, проходит прием в честь главы правительства Ирландии. Но на этом все не закончится. Вечером еще торжественный ужин в Белом доме. Но, с другой стороны, знаете, я вот столько раз наблюдал, как ирландцы отмечают День Святого Патрика, сколько съедается и сколько выпивается. Так что я за пример министра Кенни спокойный. Кстати, любопытный факт, Лиза. В Соединенных Штатах, по статистике, День Святого Патрика, четвертый праздник по количеству упиваемого алкоголя после Рождества, Нового Года и 4 июля. Лиза. Спасибо, Роман. Ну а в Нью-Йорке как раз в эти минуты проходит парад в честь Дня Святого Патрика. Это одно из самых масштабных и популярных шествий в мегаполисе. Впервые его провели в городе в 1762 году, то есть за 14 лет до подписания Декларации о независимости США. Считается, что таким образом американские ирландцы поддержали борьбу за независимость своих соотечественников от англичан. Парад в Нью-Йорке, который в этом году собрал более двух миллионов зрителей, завершится распитием спиртных напитков в городских барах. За Святого Патрика по традиции должен выпить каждый ирландец, которых по статистике в США более 33 миллионов. Ирландцы — это часть Нью-Йорка. Мы, можно сказать, строили этот город, писали законы. Я горжусь тем, что я ирландец. Для меня этот день связан с воспоминаниями о семье, родителях. Мы всегда с ними ходили на этот парад. Это мой самый любимый праздник в году. Продолжение следует...